На траурную церемонию в Брест София Сергеевна Масенкова вместе с семьей приехала из российского города Рыбинск Ярославской области. Пожилая женщина не сдерживала слез. О том, что найдены останки отца, дочь погибшего гвардии лейтенанта Сергея Баринова, узнала спустя долгие 72 года. Все это время ее семья безуспешно пыталась найти пропавшего без вести. Единственной ниточкой были сведения о месте базирования авиаполка, в котором служил Сергей Баринов. А в январе этого года рыбинские журналисты нашли информацию о советском экипаже в одной из Брестских газет. Там значилось имя гвардии лейтенанта Сергея Баринова. Вот так Брестская земля стала местом долгожданной встречи. Я счастлива, что я здесь приехала и что нашла своего отца, потому что всю жизнь без отца это очень тяжело. А мне сказалось, у нас женщина живет, она тоже в поисковом отряде, только по Новгородскому району. И вот она меня нашла, и от нее я узнала в январе месяце этого года. Мы ощущали его отсутствие. Было очень тяжело бабушке и маме без него. Практически с детства я слышал о нем, о его подвиге. Когда я рос, мне показывали фотокарточки, говорили, что я похож на него где-то. Очень важно, что мы нашли его. И мы стали целой семьей. Кроме Сергея Баринова, Брестским поисковым отрядом «Авиапоиск» при взаимодействии с российскими коллегами были найдены родственники еще трех членов экипажа самолета. С ними была налажена переписка, поступили подтверждающие документы и фотографии погибших. Ключом в восстановлении личности послужила записная книжка одного из членов экипажа, Давида Соломоновича Фролова. У него была записная книжка с адресами его родственников. Благодаря тому, что фрагмент этой книжки остался целым, он небольшой фрагмент, но на этом фрагменте хорошо читалось. Фролов М.С. Михаил Соломонович, родной брат, с указанием его полевой почты. Ну а местные жители подтвердили все, как оно было, что никто не прыгал с самолета, очевидцы. Место падения. И подтвердили нашу догадку, что самолет отвернул от деревни, спасая деревню в последний момент ценой своих жизней. После траурной церемонии захоронения у могилы экипажа самолета была открыта мемориальная плита с фотографиями и именами погибших летчиков. Вечная память героям, отдавшим жизни за освобождение нашей Родины. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.